Тяо, хоуми! Как говорится, афартумасти ауе! Давайте посмотрим, что нам прислали PELOS в этот раз. В общем, доставки радуют снова и снова. Опять ждал месяц. Сегодня вот я ссорили 17 число. Заказывал я 16 декабря, то есть месяц. Обычно PELOS доставляет в районе недели. Там вообще, на самом деле, была мутная история. Вот этот последний дроп. Там была какая-то новая система. В общем, у многих заказы не прошли. Мой заказ прошел, но, наверное, две недели не было никакой информации о том, что он отбыслан. Потом написали, что, извините, ваш заказ мы потеряли. Можно вернуть деньги или что-нибудь другое вам отправить? Я спросил, что можно получить взамен. И потом просто они без ответа выслали вот худи, который я изначально заказывал. В общем, все очень странно. Еще меня напрягает то, что здесь пакет сверху замотан таким коричневым скотчем. Есть у меня подозрение, что пакет уже вскрывали. Любят наши таможенники это дело. Я сейчас даже попробую это проверить. Сейчас аккуратненько попробую отодрать коричневый скотч. Может, там будут прям эти... Если у меня получится. Так, ну-ка, ну-ка. Сейчас посмотрим. Нет, в принципе, здесь вот есть небольшой... Здесь немного пакет не приоткрыт почему-то. В общем, да, вот здесь пакет немного приоткрыт, но я думаю, что это просто случайность и что нигде туда порезов нет, поэтому я думаю, что все-таки его не открывали. Те, кто знает. Так, ну давайте, смотрим. Они обещали положить, ну, по крайней мере, если на замену что-нибудь выбирать, они обещали положить каких-нибудь туда, типа, сюрпризов, там, не знаю, там, может, стикеров, но что-то я вообще ничего здесь не вижу. В общем, да, это черный классный мешок, хотя он зря на помят весь. Давайте посмотрим на ковки. Это размер, чтобы вы понимали, это L, да, это L, потому что друг попросил заказать ему, чтобы у L-сайза немного сидела, но кому как. Так, принт довольно необычный, сейчас рассмотрим поподробнее, здесь ничего нет внутри. Стикеров там, например, каких-нибудь, нигде я не вижу. Стикеры! Нет, стикеров нет. Принт у нас из резины, такой какой-то текстурированный, даже немного, я не знаю, как это описать. Потом еще прикольный капюшон, здесь написано тоже, какие-то полосочки появились. Ну и, в принципе, это вроде, да, вот здесь вот еще на манжетах, вот эти сетные полоски. И вот здесь снизу на резиночке тоже на полоске. Ну, давайте надену. Так, надел я в худи, в общем, материалы реально такие очень плотные, очень приятные по качеству. Прям такие, ну, вот кажется, что реально надежные. Все здесь, все шовики аккуратненько, ниточки нигде не торчат. В принципе, все хорошо, все классно. Размер L-ка, в принципе, ну, учитывая, что я где-то M, он мне даже не так сильно-то и велик, по-хорошему. Ну, совсем немного. Че здесь еще? А капюшон прикольный, он такой с резинкой, там надписи PELOS тоже. Очень теплая шмотка, в общем, реально классная, мне нравится. На шнурочке здесь тоже надписи PELOS. Но она и стоит так неплохо, 150 фунтов она стоит. В общем, там, со всей доставкой это где-то штук 15, по-моему, вышло 14 с чем-то. Ну, это, конечно, немалые деньги, но, в принципе, за такую, типа, хорошую, плотную такую, теплую вещь, почему бы и нет. Но вот на спине там вроде ничего интересного, никаких принтов. Есть у нас три ферка только спереди. В общем, мне кажется, как для зимы, такой ранней осени, вообще такой очень классный. И там теплый, практичный, не пачкается. Мне нравится, реально нравится. Ну, в общем, вот, все, что смог, рассказал про эту кофту. Быстренько, так, коротенько. И рассказывать, опять-таки, особо нечего, просто поделюсь впечатлением скорее. Поэтому спасибо большое, если досмотрели до конца. И всем пока!